Говорят, без труда не вытащишь рыбку из пруда. С этой пословицы явно не согласятся рыбаки, которые приходят на безымянный пруд при выезде из Рязани около Куйбышевского шоссе. Совсем недавно местные обитатели глубин стали сами всплывать на поверхность. К берегу безымянного пруда волнами прибило десятки мертвых рыб. Здесь и плотва, и окуни, а также несколько карасей. И такой улов можно заметить у одного из берегов пруда. Неизвестно, какая картина складывается у остальных. Сам по себе водоем небольшой. С одной стороны от него автомобильная трасса. С другой – две трубы неизвестного предприятия. Пруду протоптана небольшая тропинка, значит, его иногда посещают рыбаки. И, судя по количеству всплывших рыб, живности здесь было много. Что стало причиной такой большой смертности, неизвестно. Фотографии с мертвыми рыбами появились в сети еще в субботу, 22 сентября. Опубликовал их местный рыбак Вадим Николаев. По его словам, подобного раньше никогда не было. Я частенько в свободное от работы время ходил на данный пруд на рыбалку. На поверхности одного из прудов, который расположен ближе к окружной дороге, начали образовываться белые пятна. Спустя 3-4 дня на берегу пруда увидел мертвую рыбу. С каждым днем ее все больше и больше. Но это еще не самое страшное. Тот пруд, который заразился первый, перетекает через дамбу в очень большой пруд. И тот начинает заражаться. На его поверхности уже тоже виднеется мертвая рыба. Причем не маленьких размеров. Но если пройти в другой конец большого пруда, то там пока еще рыба жива. Что примечательно, чуть дальше есть еще один пруд. У него также нет названия, и его любят рыбаки. К берегам здесь точно так же прибило мертвую рыбу. Можно заметить даже полуторакилограммовую щуку. Пруд практически во всем похож на своего собрата. В нем сплыли и плотва, и окуни. Единственное отличие – запах от него не такой едкий. Разделяют два пруда большие трубы. Когда-то давно на одной из них неизвестный оставил надпись, которая теперь звучит как издевка. Рыбу надо уметь ловить. Местные жители выдвигают только одну версию отравления. Они говорят, что это настоящая экологическая катастрофа, ведь погибли десятки рыб. И кто будет за это отвечать – неизвестно. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.